АПЛОДИСМЕНТЫ Вау! Сколько энергии в этом зале! Кто из вас хотел побольше успеха в жизни? Спасибо! А кто хотел больше денег в жизни? Спасибо! Вы пришли в правильное место. Меня зовут Ассия Стыкова, и я буду приветствовать всех вас сегодня чуть-чуть микрофона Батю Стыкова на нашем женском форуме. На самом деле, это особенный день, потому что впервые нам удалось оставать столько женщин в одной комнате, и мужчины только помогали в этом. То есть, они не участвовали, они помогали, и наши помощники сходят. И, конечно же, прежде всего, хочу поблагодарить всех вас за то, что вы пришли сегодня сюда. Были время, возможности. Вы могли быть где угодно сегодня. Кто-то прилетел с Актау, кто-то прилетел с Астаны, кто-то прилетел с Актау, с Уральского. У нас со всего Казахстана гости для того, чтобы провести сегодняшний день вместе. И сегодня наш день. Мы будем обсуждать темы отношений. Мы будем обсуждать темы бизнеса. Мы будем говорить о том, как стать анатомом. Мы будем говорить о том, как инвестировать, как стать финансово независимым, как управлять своими финансами. Все эти темы мы сделали так, чтобы вы могли получить сегодня много чего. И уйти отсюда наполненными новыми знаниями и новой энергией. Это хорошо или хорошо? Это хорошо. Так вот, наши спикеры сегодня прилетели тоже недалеко. У нас есть спикеры, которые прилетели с Сингапуром. У нас есть спикеры, которые прилетели с Болгарии. Спикеры прилетели с Польши. Прилетели с Россией. И все только для вас и ради вас. Они здесь. Поэтому я хочу попросить вас оказать максимальную поддержку. Договорились? Нашим спикерам. Потому что кто налетел по 10-12 часов с ребенком, не спали, то есть с дороги, буквально прошлой ночью прийти. Но это только для вас. Для вас красивый ребенок, чтобы вы могли обучаться. А наша компания будет продолжать. Это наша миссия. Никто не видит, что происходит вокруг. Кухни. За кулисами. Все видят эту сцену. Этот зал. Эти красивые бейджи. Эту рабочую книгу. Команду. Все так красиво. На самом деле за этим скрывается огромный труд. И труд моей команды, прежде всего. Давайте поаплодируем команде ЧВЛЕР. КОНЕЦ 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 И после этого они знают, как раскрывать потенциал в других людях. Это совершенно хорошо. Но вот что я заметила. Каждый эффективный лидер, то есть человек, за которым люди идут, человек, к которому люди прислушиваются, человек, мнение которых очень важно, это тот человек, который умеет так же что? Передавать свои мысли, умеет общаться не только один на один, но также умеет говорить на публике. Неважно, то есть это будет маленькая группа людей, 10 человек, или это большая группа людей. 500, 300, 400, как здесь, или тысячу, или десять тысяч людей. Кто из вас хотел бы овладеть этими навыками сегодня в течение 60 минут? Понимаете? Опять же, это я? Да! Окей. Первый, кстати, первый клиент. Есть у меня люди? Ага. Кстати, а вообще вопрос. Почему умение выступать на публику настолько важны на сегодняшний мир? Почему? Как вы думаете? Кто скажет? Можете в клиенте? Почему? А? Престижно. Престижно. Окей, это будет невероятно еще. Сила убеждения. еще. Не слышим. Не слышу. Преобратение самоуверенности за собой. Преобратение самоуверенности, вдых. Делить самовыдом? Влияние? Увеличение продаж. Увеличение продаж однозначно. Правильное донести идею? Это верно. Кстати, собрать команду. Это помогает собрать команду. Правильно. Еще что? Мы решаем повести за собой. Повести за собой умение. Это выращивать лидер. Люди, которые умеют говорить, умеют передаться людей. Соответственно, что? Выращивать новых лидеров. Также люди, которые умеют передать историю, способны передать это бедение и вдохновить других. На что? Надеяться. Самое главное, это умение вдохновить других на действия. Потому что люди могут прийти, послушать вас и сказать, вау, как это классно. Но уйти и ничего не сделать с этим. Так или нет? А я могу сказать, это было классно. Когда я вначале начинала, мне всегда, ёскин, это классно, ты на сцене, все на тебя смотрят. Вот такой спотлайн, бьют на тебя. И вот это, скорее всего, было исповуждение. Вау, я хочу быть знаменитой. Я хочу быть номер один спикером. Это было такое помуждение, вместо того, чтобы быть, я хочу обучать людей, я хочу им передавать важные и ценные навыки, знания, интересные опытом. Поэтому, когда я вначале выходила, люди уходили из зала, говорили, вау, здесь ты такая классная, восхищались. Но мало кто, индивидуально, что-то делал после этого истории. То есть они уносили восхищение, вместо того, чтобы опыль забрать и применить его. И я подумала, в чем же проблема, люди восхищаются, смотрят, говорят, классно все. Но потом мало кто, людей применяют в жизни то, что я говорила. Поэтому, я понимаю, когда я поменяла то, как я делаю это выступление, то, как я доношу именно тот месседж, тот посыл, который я пытаюсь передать. С точки зрения своего слушателя, я думала, что он должен принести, а то, что он должен сделать. Не только, что он должен узнать, но, второе, какие действия я хочу, чтобы этот человек сделал. Так и вы. Когда вы выступаете, публика, не важно, большая или маленькая, важно задать себе вопрос. Что я хочу, чтобы они узнали, и я хочу, чтобы они сделали. И я хочу, чтобы они не были. Дальше. Кстати. Здесь следующий слайд. Я работаю? Также люди, которые умеют говорить на публике, почему этот навык очень сильный сегодня. Они всегда зарабатывали и будут зарабатывать в два, а то и в три раза больше тех, которые не обладают этим навыком. Причем, если ты сейчас думаешь, ну, понятное дело, если вам хорошо, вы там на сцене, у вас нельзя было выступать. А я не выступала, я не умею, я не знаю, как это делать. На самом деле, я вам скажу одну очень хорошую ноту. Кто хотел бы узнать хорошую ноту? Хорошая нота какая? Вам не нужно родиться великим оратором или спикером. Соседки, парни, скажи, тебе не нужно родиться, ты не должна была родиться великим оратором или спикером. Соседки, парни, скажи, тебе. А теперь еще раз повторюсь, скажи, ты можешь не встать. Ты можешь не встать. Третьяна. Почему-то все, когда видим хороших фестов, спикеров или профессиональных ораторов, на сцене они думают, ну, это сто процентов прирожденные качества. Они сто процентов родились. Вот я выпрыгнула и оттуда и сказала – вау ! дайте мне микрожон. Такого не бывает на самом деле. Это навык, как любой другой навык. Собирать клубик-рубик – это тоже навык. Петь на сцене – это навык. Шить одежду – это навык. Говорить перед аудиторией, перед публикой – это навык. И на сегодняшний день, я более чем уверена, это один из самых востребованных навыков сегодня. Потому что если ты не умеешь говорить, это значит, ты не можешь влиять. Это значит, люди не пойдут за тобой. Люди не пойдут за твоей идеей. Люди не пойдут за твоим бизнесом. Неважно, все эти волки маркетинги, в традиционном бизнесе. В любой сфере нужно учиться говорить. И это навык. Потому что один из причин – это повышение авторитета. Так или нет? Почему люди, выходящие на сцену, автоматически, причем, становятся, занимают позицию в наших глазах, позицию экспертов. Изначально? Или авторитетом? Так или нет? Человек вышел на сцену. Мы даже эксперимент такой проводили. Приводили человека на сцену, он пять минут вверх, спускался со сцены и все начали сфотографироваться. Вау! Это эффект такой. Потому что люди автоматически вас понимают, как экспертов, когда авторитет, это повышает авторитет. И неважно, если даже тут идешь и выступишь перед группой, пять человек. Это также очень сильно разумеет, как кто-то сказал, уверенность в себе. Уверенность в себе. На самом деле, Ярослав очень неуверенен в себе ребенку. Трудно поверить, но на самом деле, очень сильно дразнили в школе. И многие, когда в летние ездили, там обзвали кто-то Конченко, кто-то еще человека. То есть, я была очень неуверенна в себе. И я никогда не говорила вести ему в сороке, в тишине, чтобы меня не замечали. Это правильно? Но ведь всех тех, которые дразнили, почему-то я добилась успеха больше всех с одноклассников. Но, спасибо. Но, на самом деле, о чем это говорю? О том, что у меня не родилась много. О том, что просто стечение обстоятельств и мои действия, мои намерения сожестать, что я пошла и обучилась в этом. И это очень сильно разготовили я себе. Я скажу так, никакой другой надо. Выступление перед людьми, перед публикой развивает уверенность в себе. Как никакой не одинаково. У меня с вами каждому обучиться. Каждому нужно так поступать. Это также значительно увеличивает критику. Увеличивает критическую нам отношение. Что значит? Если вы хотите зарабатывать много денег. Не важно, вы работаете знакомому, у вас карьера, карьеру строите. Или вы в бизнесе. Критические навыки мышления принесут тебе много денег. Почему? Потому что люди, которые умеют быстро мыть до дни. Что произошло? Умение мыслить на десять шагов вперед. Это дано не каждому. Если ты развиваешься критические навыки мышления, у тебя будет высота увеличиться в тысячу раз. Быстрее, чем у многих людей. Намного быстрее. Я рассказывала как-то историю. Сегодня я не буду рассказывать. Уже столько раз рассказывала. Все. Но был такой случай, когда я не будучи синхронным переводчиком. Или вообще не переводчиком. Или вообще у меня никакой опыт. Ситуация возникла. Я села назад с микрофоном. Посмотрела русскую делегацию. И я синхронно начала переводить. Причем три дня, двенадцать часов в день. Ой, двенадцать часов подряд. И три дня подряд. Синхронно. Без подготовки. Без негативной синхронной переводчиком. Потому что быстрота мышления была очень сильно увеличена. То есть была развита вообще вот эта быстрота мышления. Почему она развивается? Именно когда вы приобретаете разные навыки. То есть когда вы учитесь новым навыкам, мозг начинает как в фигвес-клубе. Это как будто вы отправитесь за мозг в фигвес-клуб. Он начинает. О, ничего себе, новый язык. Китайский я учу. Он начинает тренировать. Мозг. О, представляете, там меня учили. Как собрать кубик-крубик. Опа. Он опять тренируется. Значит, ноги в ход пошли. То есть мозг это как фитнес для мозга. когда вы новые навыки развиваете. И самое интересное, что произойдет, вы вроде обучаетесь своего мозга одного навыка, учитесь какой-то определенный навык, язык иностранный, или там какой-то еще, как я сказала, собирает глубокий. Но самое интересное, что он начинает подкачиваться, и физически, то есть он начинает так развиваться, увеличивается абсолютно все, как вы принимаете решения, быстрота вашей реакции, то есть вы на 10 шагов быстрее других. Я иногда поражаюсь. Я могу сидеть сзади, за сценой, и я могу видеть, и знать, и с одного взгляда понимать, что происходит в тень, что происходит на долгу, что происходит на сцене, даже что происходит в виде головы, я могу это видеть и предвидеть. И ты начинаешь понимать, вау. То есть я вижу, что это не шагов, иногда у меня ребята удивляются, когда говорят, «Куда? Вы знаете? Как? Вы знаете?» На самом деле это просто, это развитие своего мышления. Развитие. То есть каждый раз нужен нам, так что правильные соседки, да и опять скажи, обучайся на луна. Вот так. Развивайте критические маленькие мышления. Кстати, там, в моей лете, в самом конце залогняли, не слышно? Да. Вы со мной? Да. Или вы со мной что-то своё, как это рукой? Вы со мной? Скажите «да». Да. Вот я отвечу. Дальше. Это также вырабатывает навык работы с возражениями. Опять же, вы сказали нашли, что очень важно в любую что? Продажа. Тот продавцы – это кто? Кто в продаже зарабатывает больше всех? А оттуда? Ну, не обязательно оттуда. Тот, кто лучше всех работает с чем? С возражениями. А возражения есть в таком деле? Да. Возражения есть в таком деле. Сегодня конкурентный мир. Сегодня тысяча конкурентов. Их нужно убедить и превзойти их возражения так, чтобы он захотел купить. В продажах это так. Сегодня уже просто так продать классическому виде. Люди не купят. Слишком много предложений. Так ли они? Да. Слишком много. Поэтому, опять же, именно искусство выступления не публичного, а навык публичного выступления вырабатывает навык работы с возражениями. То есть, что очень важно в любых продажах. Также, это самый, я считаю, необходимый навык для лидера. Самый необходимый навык для лидера. Джон Кеннеди выступал когда он сказал We need to go to the moon. Мы должны пойти на луну. Мы должны пойти на луну. We need to go to the moon. Мы должны пойти на луну. И люди все купили и убили. Поэтому, американцы первым там. А? Да. Американцы первым там. Американцы первым там, да? Первым там, да. То, что там определенные какие-то факты говорят о том, что они не летают, но люди не знают факт о том, что лидеры обладают этим нам. Окей? Дальше. А что такое лидерство? Быстренько. Буквы пробежимся. Двух слова. Лидерство, запишите, это процесс социального влияния, при котором один человек может прибегнуть к помощи и поддержке других для выполнения их задач. Записали? 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 Записали. Еще раз. Лидерство. Что такое лидерство? Это просто определение такое, краткое и быстро. Это процесс социального влияния. Так или не так? Лидер влияния. При котором один человек может прибегнуть к помощи или поддержке другим. То есть мы не слушаем обычных людей. Если к вам подойдет обычный человек и скажет, Hey, can you help me to do this? Помоги мне, пожалуйста, сделать это и это. Вы можете отказать. Но когда есть лидер, и когда лидер приходит и говорит, там уже что? Сложно сказать нет. И это утром я забежала за... Ну, поздно уже прошла. Потому что обычно ребята все делают, сами все готовы. И оказалось, что экраны были по тем сторонам. Стояли где-то там. Один в том углу, другой в том углу. И была такая гирька, стоит гирька там. И я зашла с тобой. Болись здесь? Что это такое? На что мне сказали ребята. А, это невозможно. Уже все настроено. Я поставил пристанье. Невозможно. Мы уже пытались это сделать. И я зашла. Всего было три. Бум-бум-бум. Эти все вместе садились. Колонки подлились. Автоматически. И все это было сделано. Буквально за 7-7 минут все было сделано. Потому что, на самом деле, люди не слушают всех. То есть, ты можешь назвать себя лидером. Но это не делает тебя лидером. То есть, у тебя может быть лидерская позиция. Я не знаю, что ты лидер. Потому что ты можешь быть на лидерской позиции. Даже если ты как-либо им директор. Но если тебя не слушают. Это значит, у тебя есть лидерская позиция. Но ты не являешься лидером. К лидерам люди прислушиваются. Они даже не задают вопросов. Они не задают вопросов. Когда Мартин Лютер Кей сказал, «I have a dream», у меня есть мечта, и это произойдет, что черные мальчики, белые девочки, возьмутся замкнутые, когда он ушел. Никто не задал вопросов и говорил, «Эй, такого в жизни не бывает». Тем более, учитывая, такая была расовая давка, по сути, миллионы людей считали, это невозможно, что так будет по жизни. Но Мартин Лютер Кей, когда он пришел и сказал, ни один человек, ни один, ни у ОНО в голове не возник вопросов, «Не знаю, возможно». Ни один, каждый человек сказал, «Yes, I believe you». Я верю, и это произойдет. Вот насколько сильный, когда ты лидер, люди даже не задаются вопросом. С другой стороны, конечно, есть опасность, что есть лидер, который использует это для манипуляции. Потому что, когда ты такой сильный лидер, очень легко манипулирует перед ней. Так или нет? А то ли гидер, «Плохой парень? Очень плохой». Но это был велик лидер. Он был хороший, потому что люди, вот это самый очевидный пример манипуляции лидерства. Когда люди тоже не задавались вопросов, то есть это лидерство, потому что использовалось плохого, негативного, да? Почему бы уничтожено столько людей? Но это лидерство. Когда ты лидер, ты можешь не иметь лидерской позиции. А-а-а. То есть ты можешь перед лидером не иметь лидерской позиции. К Сильвии, кстати, утром она сказала, Сильвия, она же сказала, «Вы хотите управлять людьми? Вы хотите быть лидером? Начинайте сейчас, когда еще пока нет позиции». По сути, это называется «неформальный лидер». Когда я только пошла в корпорацию «Саксэс Рисурсис», просто продавцом, обычным продавцом, над которым сменялись другие ребята, отвечали, «Эй, а сам, у тебя ужасная цель, кто тебе будет покупать?» А я подумала, «Я сделала так, что я саму то продажу». Что, по сути, произошло. Но, факт другого, не продавцом. А что значит привлекательные качества и навыки? Особенные. Особенные. А в чем он особенный? Особенный. А в чем он особенный? В другу доверяют. Он лучше в своем деле. Вот это, кстати, одно из этих. Да, вот это ветер, кстати, отвечает. Любое дело, за которое они будут, это сделать лучше всех. Так или нет? Они все лучше всех. То есть, индивид с набором уникальных качественных рук. Хотите быть ветером? Скорее. Ведь он изи. Это не легко. Ты не можешь просто брать и назваться ветером не назначенным. При этом у тебя нет качества управления. У тебя нет качества умения выступать перед людьми. У тебя нет навыков убеждения. У тебя нет навыков, там определенных коммуникационных навыков. У тебя нет других. Тогда, конечно же, трудно быть лидером. Для того, чтобы быть лидером, надо обладать. У тебя тут набор. Микрофон пропадает с этой звуковой станции. С набором уникальных качественных навыков. Кстати, вот здесь еще хотелось бы запишите. Независимо от сфер деятельности, будь то команды, спорт, или бизнес, или политика, или карьера просто в компании, в компании, лучшими, всегда становились люди с развитыми коммуникационными навыками. Всегда. Любая сфера. Абсолютно, так? Но это не секрет. Умение эффективно взаимодействовать с людьми, с коллегами, с подчиненными, являются сильнейшим инструментом настоящих лидеров. И он всегда будет востребован в профессиональной среде. Всегда. Я знаю, но сегодня мне сложно было стать темой более изменением. И если выступать после восточного танца. Но я выступлю, потом пойду. Позанимающе. Чтобы женскую энергию развить. Я знаю, что мы говорили сегодня много о женской энергии, о наполнении. Можно управлять, и при этом остаться женщиной. То есть, опять же, все подростки на двери с вами думают, это что-то такое мужское, что-то такое серьезное и жесткое. Но сегодня, как сказала одна мудрая женщина, папа мне кушали ладжи, глава мужа, Вероня Катанова сказала, вы можете быть лидером на работе, в бизнесе, и дома быть лидером на работе. Мой мужчина. Мать и сестру. Так или нет? Но навыки нужно рассказать. Кстати, опять же, множество примеров из жизни известных людей доказывают, что практически любой человек, любой человек, при определенной самоотдаче, при определенной самоотдаче и старанием может развить в себе лидерские способности. А теперь, поймите, в глаза посмотрите и скажите, а значит и ты. То есть, абсолютно любой человек, при определенной доле самоотдаче, старанием может развить в себе лидерские способности. Для этого нужно все. Что сделать? Обучиться. Не обнести. А зачем вообще это нужно так? Почему? У нас не возникает вопроса у кого-нибудь, а сели, окей, лидерство круто, для нас больше денег управляют, люди идут за лидером. А еще зачем? Зачем это нужно? Зачем это нужно? А? Для реализации. Попробуйте. Для самореализации. Для самореализации. Окей. Это нужно для самореализации. Но честно говоря, многих лидеров, которых я знаю, они делали это не для самореализации. Извиняюсь, я не спела. На самом деле, лидерство нужно для того, чтобы достигать своих целей при помощи других людей. А голос вы думаете? А, встаньте, пожалуйста. Я вас не вижу. У меня есть картина в голове. Это голос. Это голос. Это голос. Слышим. 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 Вы просто спросили до этого, что такое лидерство. Я вот отвечаю. Я не знаю, может быть немного больше. Я считаю, что лидерство нужно для того, чтобы вот человеку, у него есть определенная цель и миссия. При помощи лидерства он же не может все сам сделать. Он мотивирует других людей, убеждая их в том, что это тоже их цель. И они, получая свои тоже выгоды от этого, они вместе достигают этой цели. Вот и все. Вот это можно спустить чуть-чуть, да? Да, да. Спасибо. Да. А теперь можно спустить чуть-чуть. Слишком высоко. Да. Здравствуйте. Я хотела дополнить эту мысль немного. Что лидер – это тот человек, у которого очень большие цели. И он просто не может достигнуть ее сам. Поэтому он должен привлечь других людей. И поможет привлечь других людей для достижения этой цели. Чаще всего это большие и высокие цели. Которые имеют своих людей. Согласна. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Меня Игорь зовут. Я считаю, что лидер – это тот человек, который помогает стать лучше другим. Вот. Красно. То есть его цель не должна преследоваться, ну, как своя, да, цель. Он должен улучшать жизнь других людей и так далее. Я считаю, ну, это реально настоящий лидер. И, кстати, то цель всегда улучшает жизнь людей. Всегда. Это правда, на самом деле. Аплодисменты. То есть наш мир сегодня – это сложная, по сути, социальная система. Правильно, да? Которая состоит из множества подсистем. Вот наш мир – это действительно сложная социальная система. Хотите – нет, хотите – нет. Это социальная система. Но там еще есть маленькие что? Подсистемы. Которые, по сути, являются сферами жизнедеятельности любого человека. То есть в каждой из этих сфер есть лидеры и последователи. Всегда. То есть своя иерархия. Действует этот принцип абсолютно везде. То есть где она примерно находится больше, чем один человек. Будь то вы на работе, среди своих друзей или где-то еще. Существует своя иерархия. Своя такая социальная, скажем так, система. Будь то даже простая последовательность с вашими друзьями. Всегда есть лидеры и последователи. Так или нет? Вы не замечаете что? Вы сидите в кругу или всегда прислушиваетесь к мнению или к словам, какого там определенного человека, да? Человек или нет? Да. А на работе? Тоже? В бизнесе то же самое. То есть лидер должен также обладать качествами, запишите, достаточными для решения насущных проблем деятельность, группу или организации. И поэтому спрос на таких людей в наше время особенно что? Высокий? Особенно высокий. Так, лидер должен обладать качествами, достаточными для решения насущных проблем определенной группы или организации. И спрос на таких людей в наше время особенно что? Особенно высок. Так или нет? Особенно высок. Но это мы чуть-чуть отвлеклись. Почему? Почему для лидера очень важно умение выступать на публику? Кстати, вот здесь, вот здесь американская компания выявила 15 навыков, которые приносят, приносит тебе больше денег. И я только топ-пятерку сюда поставила, топ-пятерку. И если вы посмотрите, то номер один это что? Навык публичного выступления. Хотите зарабатывать больше денег? Не учитесь как выступать на публике. При этом, заметьте, при этом тебе не обязательно используют сложные слова. На простом языке. Это хорошо или хорошо? Это хорошо. На простом абсолютно языке можно доносить свои мысли перед вами. Навык публичного выступления. Второй в списке стоит кодирование или IT. Опять же, 15 навыков, которые привезут больше денег, приносим больше денег. Первый – это навык публичного выступления. Номер один, кстати. Номер два – это кодирование IT-сферы. Это навыки, если вы хотите больше денег, каким словом. Вот эти топ-5 навыков, 5 навыков. Можете выбирать такое. Но… Не слышу? Разбираться себе? Зачем разбираться? Это просто навыки, которыми вы можете обладать… Если вы хотите задать пошли, я не говорю, если вы сможете все 15 навыков. Вау. Я не говорю, что это невозможно. Это тоже возможно. Это я просто вскоре привожу определенные какие-то цифры из социологического исследования. Какие-то определенные цифры, которые говорят, что вот эти навыки люди, то есть обладающие вот этими навыками, зарабатывают больше, чем те, которые не обладают этим навыкам. Окей. Второе. Кодирование IT-сферы. Третье. Иностранные языки. Все вопросы потом закончим после, да? Третье. Иностранные языки. Согласны? Иностранные языки, да? Я только пятерку проведу. Четвертое. Копирайтеры. Копирайтеры. Сегодня в мире развивающихся в онлайне, то есть копирайтер, умение писать. Что такое копирайтер? По сути умение писать. Умение писать действий. Умение писать статьи. Окей. Еще этих навыков. Я только топ-5, кстати, на целом 15. Но я пятерку просто взяла. И в пятерку еще также входят организационные навыки. Организационные навыки. Топ-5 навыков, которые относят. То есть люди, оплодающие эти навыки, зарабатывают больше, чем люди, которые не оплодают эти навыки. По сути так. И номер один, заметьте, опять же, я вернусь, сделала акцент на то, что номер один – это навык публичного выступления. И это правда. Сегодня мне, чтобы куда-то вылететь, выступить, это стоит 10 тысяч евро в час. И они говорят, что это бешеные деньги. Но это хороший товар. Так или нет? Согласны? Это больше, чем самый крутой юрист в Лондоне на гонораре в Севизар. За час. Это классно. Ну, естественно, почему гонорар такой? Потому что это интересно. Вылететь в пятерку субботу. Выступить в Лондоне по субботу. Минимальный гонорар. Мой вылет на гонорар 10 тысяч евро в час. Всегда. Это такой райдер. Ну, то есть, если вы оплодаете эти навыки, то будут люди, которые будут готовы вам аплодить. Это очень классно. Ну, как и помогать. Я расскажу тогда. То есть, от немского. Обучиться, конечно, можно. Нам нужно для этого родиться. Родиться оратором или спикером. Или уметь как разное чего говорить. Не обязательно. Самый лучший оратор, они когда-то настолько были стеснительными. Настолько были закрытыми и скрытыми. Настолько были тихими, их даже не знали. А потом из них выходили великие ораторы. Удивительные чудеса делают. Тренировка, обучение. Дальше. Кстати, что такое риторика? Сейчас тренируемая риторика. Это, по сути, искусство чего? Красноречие. Да. Риторимое искусство красноречие. То есть, искусство, говорит, не просто красиво. Сколько вы знаете людей, которые красиво говорят, но их никто не слушает? То есть, по сути, это искусство, говорит, не только красиво, но и интересно. Интересно. Потому что, что значит красиво говорить? Это используют красивые слова. Такие грамотные, построения. То есть, предложение звучит логично, оно звучит красиво. Это все будет изложено. Вроде она классно так говорит, и прям в ушах приятно. Но, блин, настолько слушает, мне интересно. То есть, риторика искусство красноречие. Но еще для этого интересно. Окей? Дальше. Но основной принцип риторики, это что? Построить убедительную и эффективную речь. То есть, убедительную, но она еще нужна где эффективная. Это основной принцип риторики. Записали? Дальше. Но у нас также есть, когда вы передаете речь, то есть, когда вы выступаете. Опять же, внимание, я сейчас подговорю вам, что вы должны выступать перед публикой в 10 тысяч человек. Обязательно. Это принципы, как сейчас вас обучаю, могут использоваться на три части этого же выступления. Совещание вы проводите. Брифинг вы проводите. Ну, утренняя планерка здесь называется. Брифинг там, завтра, здесь утренняя планерка. Или вы выступаете перед всем коллегами. Или вы тос произносите. Или вы тос произносите. Или вы просто пытаетесь заматерировать своих сотрудников. Вот эти все принципы и секреты, и техники, которые я обучаю, они применимы абсолютно везде. И самое естественное, что я замечаю. Люди оттучатся. У меня ораторство тому, искусству каждого такого выступления. И они потом говорят. Вау! Я так... Я заметила, раньше я музелили в кругу. И меня никто не слушал. А сейчас я начинаю. Говорю, делаю правду. И все смотрят и слушают. Даже если будет фильм какой-нибудь. И всем интересно все равно. Как так? А вопрос на это у меня говорит. Никто это означает. Но мне интересно. Если бы я сейчас встала здесь. И прочитала бы вам какую-нибудь сказку. Которую в минуту у нас в детстве читали родители. Ну, кому-то читали, кому-то не читали. Соли. И, допустим, вам сказку про... Курочку рядом. Жива-была. Ее можно оставить так. И каждый из вас забудет, что у вас есть инстаграм, фейсбук. Все остальное. Ёмкайте здесь и слушайте. Это умение подавать еще. Не только, когда интересно. Но еще третье. Это умение подачи. Как это подать? Потому что я всегда говорю. Можно рассказать самую интересную историю. Самую интересную. Так интересно. Люди будут слушать. А потом они будут еще восхищаться. А потом они будут еще рассказывать там друг другу. Даже такое возможно. Дальше. Но есть еще невербальные и вербальные средства вообще. Есть вербальные, есть невербальные. Многие о них уже знают. Но мы быстро пройдемся, да? Вербальные это что у нас? Это голосовые приемы. И вот здесь важно. Будь ты ведущий, будь ты бизнесмен или еще политик. Приходишь на сэм. И если ты не умеешь контролировать и применять голосовый приём, у тебя голос звучит случайно примерно так всё время, и вроде девчонка не пролезет, а все равно так прикалит. Так или нет? Это нам прикалит. Это надо научиться регулировать так, чтобы не было скучных человек. Ну, совсем же не стали. Но и в то же время не напрягайте кнуты! То есть говорить так, чтобы вариация была, опять же, нам говорить достаточно громко, чтобы не придиралась, не затиралась речь. То есть когда вы говорите всё время на одном тоне, я вам гарантирую, не проходит даже 15 секунд, он уже уплыл свои мысли, он уже с головой в своём инстаграме, как некогда назови сейчас, он уже с головой там в своём фейсбуке, он уже что-то делает, 15 секунд всё прошло. Потому что наши уши сегодня не слишком быстро развиваются. И вы даже можете, насколько сегодня сложнее выступать перед булькой и удерживать их внимание. Это просто самое сложное! Потому что раньше это было намного легче, раньше не было ничего. Ни инстаграма, ни ватсапа, ни фейсбука, ни ещё где-то, ничего. Люди среди, и не на что было отвлекаться. И то, было сложно удерживать их внимание. Тогда было сложное внимание и удерживать. А теперь представьте себе, он сидит миллион, у него миллион разных вещей, которые его отвлекают. И научиться удерживать внимание на человека даже больше, чем на 10 минут, это уже вау. И для этого есть техники и приёмы. Пока не помните! Шучу. Есть для этого техники и приёмы. К соседке, к соседке. Поверь скажите, тебе надо всего лишь научиться этим техникам и приём. Всё будет нормально. Тебе ты всего лишь научиться. Тебе надо научиться этим техникам и приёмам. Какие еще есть у нас техники приема? Кликер долго принимает. Окей. Первый космос – это что? Дирекция. Есть ли у нас такие, кто их не то что любит, он просто не может подержаться и быстро, очень быстро, как понятие, кто это сказал? Скоро кого? Быстро. Окей. У многих есть эта проблема. На самом деле я говорю очень быстро. Очень быстро. Но можно говорить быстро и при этом так четко, что человек сможет уловить каждое твое слово. Каждое. Это дикция всего лишь. Можно говорить быстро, но когда ты тренируешься, можно оттренировать, то есть научиться. и сказать. Сейчас нужно подпадать по себе. Сейчас я должна говорить быстро, чтобы уловить внимание с действиями, а потом замедлить и прямо вот так выговаривать каждое слово. Слово. И дальше тем не прием. Ну ладно, пошли. Это дикция, да? Или приемы речи. Дальше. Еще какие есть приемы речи? Громкость. Громкость. То есть вы помните, да? Когда люди путают и думают, а радостное мастерство мы можем заставить людей нас слушать, восхищаться нами, обучаться нас. Если у нас есть классный, у нас голос громкий, энергичный. И потом это получается примерно вот так. Так все энергичное и красиво, но оно так напрягает. Чего же поверить? То есть, понимаете, громкость. Я говорю, уже достаточно громко, так Кирилла? Но достаточно громко для восприятия, когда вы кайф получаете. А не так громко, что вы начинаете напрягать. Понятно? То есть громкость голоса. Это опять же искусство, которое можно отработать. Вот вы можете протестировать себя. Кстати, если кто-нибудь захочет после моего выступления выйти, буквально один или два человека, я вас актуирую на месте. Перевоплощение хотите? Да. Тебя. Хорошо. Мы сделаем это на месте. Правильно на месте. Я покажу, как можно поменять. Одно маленькое выступление перед своим сотрудником можно превратить в шедеральную речь. Шедеральную речь. Это возможно. То есть громкость, да? Алианская громкость очень сильная. Что еще есть секреты? То есть мы сейчас говорим о приемах. Что делать? Что? Что делать? Что делать? Сейчас, секундочку. Дальше. Тебр голос. Да? Тебр голос. Тоже влияет на восприятие. Тоже влияет на восприятие. Тоже влияет на восприятие. И нигде самый секрет такой. Когда вы выступаете и говорите, слушайте свой собственный голос. Он напрягает вас саму или нет? Вы с другой голос слушаете. Но при этом, когда мы говорим про рука, здесь вы все время говорите, примерно вот так. А теперь мы сами. Мы не слушаем. А теперь мы говорим о тебе. Это тоже очень сильно. Нормально, потому что вы припасываете, мы не слушаем. Мы слушаем. Это фанатик. А почему не думаете? При всем мире не слушаются. То есть, голос, громкость надо прослушаться. Люди не должны напрягаться, когда они слушают вас. Ни от громкости, ни от слишком тихого вашего голоса. Слишком тихо. Мы настроим вас сильно. Очень сложно вас понимать. То есть, голос. Темп. Но кроме темп, оно лучше. Темп. Да? Вариант темпа меньше. Темп меньше. Темп меньше. Опять же, здесь используется все. И замедление, и устроение, да? Что еще? Интонация. Интонация тоже очень сильно влияет. Переводчики особенно последователи. Если он стоит на сцене и не передает интонацию спикеру, замечательно. Это сложно воспринимать. Так или нет? Это очень сложно. Люди воспринимают. Вот здесь смотрите. Еще один секрет. Вы когда с человеком общаетесь, хоть face to face рядом стоите, хоть на публику, когда выступаете, они воспринимают вас 90% неверно, что происходит. А потом остальное уже то, что он не слышит. И еще интонация. К этому очень сильно влияет. То есть они могут не понимать ваши слова, но по интонации они не ловят, что вот это сейчас идет самый важный момент в речи. Вот сейчас, вот сейчас будет что-то очень важное. По интонации они могут понять. А если вы говорите о нем не важную вещь. И у вас как-то крупного, вы говорите, что это очень важный. Люди могут его пропустить. Очень важная вещь. Поэтому интонация играет огромный уровень. То есть вы говорите, если есть что-то важное, то здесь как раз идет процесс наращивания, это как бы обувь речи, да, в речи. То есть ты начинаешь, и вот сейчас вы понимаете, наступает такой момент, и вот бум! И вы удалитесь о важном моменте. Ну и к тому же, конечно же, что там? Паузу. Паузу. Паузу тоже выдержит. Не просто. А паузу со значением. То есть паузу, когда ты смотришь на них и соединяешься. То есть ты смотришь на них и уже окей. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты со мной сейчас? Ты слышишь? Ты слушаешь, я знаю. Но слышишь ли ты? А что я тебе сейчас говорю? Пауза. Пауза. Ну, каждому человеку, в основном, самое трудное, это пауза выдержит. Потому что все время пауза кажется, что это не новое, и надо ее быстро запомнить. Быстро. Даже в группе тест такой, пройдите эксперимент. Это было смешно. Вот сидит группа людей, и когда ты сейчас спать, обязательно что-то кто-то должен запомнить. Это вдруг что-то летает. И пауза. Вот эта вот пауза, именно когда вы обучаете людей или речь какую-то произносите. Важно. Будьте, опять же говорю, сотрудникам, коллегам, на сцене, или на брифинге, или то, что вы говорите. Пауза, она не признана в том, чтобы просто промолчать и пошлить, а чтобы посмотреть на них. И понять, понимают они тот посыл, который вы передаете. Невербальные. Невербальные. Кому? Упс. Невербальные это какие? Первое, конечно, что? Жесты. Первое это жесты. Помните, я сказала, что почти 90% люди вас воспринимают невербально. То, как вы стоите, как вы улыбаетесь. Полностью это ваши физиологи дают им определенные сигналы. И вот они с этого все считывают. Это как информационная доска. Даже если вы молчите. То есть жесты это очень важные. Кстати, по жестам, когда я обучаю покатение спикеров, по жестам я говорю, жесты вообще для чего? Почему нельзя просто вот так пить и выступать? Я же тоже могу выступить и сказать, что сегодня я здесь для того, чтобы обучить вас секретом харизматичном выступлении. А что здесь? Хотелось бы обучить вас искусство. И вот кто такой лидер, как вы думаете? Что такое лидерство? Вы чувствуете, что что-то не так? Кто почувствует, что что-то не так? А почему тогда жесты это неотъемлемая часть любого выступления? Почему? Усиление. Жесты, они усиливают значение слов. Понимаете? Жесты усиливают значение слов. Что это стоматерилось? Значит, если вы хотите передать какой-то теплый, мягкий посыл, ну, допустим, женский, то есть вы будете говорить это мягко, соответственно, ваше жесты будут говорить, вы знаете, мы женщины, мы должны быть теплыми, мы должны быть мягкими. Все у нас, понимаете, жесты? Видите на жесты? А если вы говорите, это настал тот день, когда вы изменили нашу жизнь навсегда. Бум! То есть идет усиление, да? Жесты передают, они читают по вашим жестам, сейчас нужно будет смеяться или плакать. Так же, как и по интонации. Сейчас идет какой-то мягкий контент, что нужно вот к душе, к сердцу прислушаться, или сейчас нужно врубить свой мозг и начать действовать, исходя от стула. Жесты усиливают. Жесты усиливают, да? Жесты, и причем, вы заметили, да, что без жестов не одно остальное, а без любого выступления можно было просто сухим или бешечным. Вы не заметили? То есть, вот я вот вышла. «Итак, приветствую!» «Осень, иди сюда!» «Итак, приветствую!» «Все, я могу идти, с вами я хотела бы подсветить за сами, исключено выступление на публику». Вы чувствуете? То есть, жесты — это очень важно, и можно научиться. Это хорошая форма, и можно научиться любым жестам. То есть, жесты, то… Любовь, которую я применяю, с целью образовался — «Отрелировал». 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 Несколько раз — «Бум-бум-хам», «Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп». Полностью «Отрелировал». Это все «Отрелировал». Дальше. Вопросы потом. Все вопросы будут. У нас будет время сеть. Вы записываете все вопросы, я отвечу, обещаю на ваш вопрос. Мимика, обязательно. Мимика. То есть, вы не замечали такое? Вы приходите домой, или у вас муж пришел домой, и вы по лицу смотрите — «Хорошо мы стоим, похвоздем». Или у вас босс. Замечаете, да? «Хорошо мы стоим, похвоздем». Вы можете видеть уже по одной мимике, по положению пицца. Ага. Это невербально опять, и мы считываем. И мы это считываем. Окей, в каждом этой жизни, может быть, вам сложно контролировать, она может быть и не нужна. Но когда вы пытаетесь влиять, придется контролировать. То есть обязательно люди считывают эту информацию, да? Теперь поза. Поза, поза, поза. Окей. Я очень часто говорю, что женщины, самое сложное. Знаете, от чего избавиться? Это самое сложное избавиться от кого-то. Водами. Женщины. И когда я встаю... И вот это самое сложное. При этом я не думала, что если я стою, как спикерс, сейчас я выгляжу, как мужчина. Я выгляжу по-бойному. Да, окей. Но я не выгляжу, как мужчина. Так, не знаю. Я так. Сейчас женщина. Но я вам скажу позиционное. Самое выигрышное, самое выгоренное. Когда вы хотите выигрыш. Помните, мы говорили... Кстати, уверенность. Когда так охота поговорить про уверенность. Уверенность. Люди всегда покупают больше уверенных людей. Люди всегда слушают больше уверенных людей. Люди всегда... Уверенные люди, они всегда получают больше бонусов. Даже представляете? Поэтому уверенность – это очень важный фактор. И когда вы на сцене, или даже, опять же, блики у вас. Вы ведете? Вот это все это. Дали это все. Позы говорят. I'm not confident. Я не уверен в себе. Люди это читают. Вам не обязательно не говорить, что вы не уверены в себе. Они так это уже знают. Не надо им говорить. Они уже и делают это. И знают. Вы выходите на шлеме плеч. Вот это тоже не надо, естественно. Мы на шлеме плеч. И чуть-чуть одна нога иногда впереди. Чуть-чуть. А в основном на шлеме плеч. Поза открыта. И частная проблема была, когда мы говорим про позу. Они говорят. Ну, если я так могу встать, то у меня все. Руки все. Я не знаю, что с ними делать. Это все уже. Наконец-то как-то. Окей, возьмите, что она умеет в руку тогда. Вы можете взять что-нибудь в руку. И опять же, когда выступаете, вы же сможете эти жесты. Позу заметите. Одна нога чуть-чуть вперед. Но при этом плечи назад. Вот это тоже надо. Позу чуть-чуть назад. Позу чуть-чуть. Правая нога вперед. И вы выступаете с этой позиции. И вы потом как-то переминаетесь. Когда вы хотите передать что-то вперед. Вы не с начала? Что-то чуть-чуть вперед. Кстати, недавно буквально я учтите выступала. Но сколько я тут упала. Со сцене? Это правда. Но когда ты профессиональный спикер. И ты уверен в себя. Ты можешь встать и отвернуться. Забрать и дальше проводить. А я вообще не помню. Я всегда рассказывала. Вот здесь можно прополнить. Когда я выступала в Ливане. Это вот, представьте, когда сидят около тысячи. Вот сколько это человек. А сцен обращает по ручке этой. И все так красиво. Все так классно. Я вот в зоне вот этой вот. Я выступаю. И я чувствую, что сцен падает. Она реально начала ломаться подо мной. И сцен падает. И я тут в такой позе. Ну здесь, кстати, стола не было. Здесь как раз проход. И я вот в этот, знаете, проход ныряю. Примерно полностью. И туда я упала. И вот так. Буквально на животе. Вот этот клетчат. Они еще поставили. Эти ливанцы с краю. Он на меня упал. А этот клетчат тоже на меня. Все, что было. Вот эта штука на меня упахнула. И я лежала на полу. Да, вообще. И я потом взяла. Я встала. Открылась и говорю. Вот так с вами может поступить жизнь. Когда ты научишься вот эта уверенность стальная. Теперь ты стальная. Ты упадешь со сценой. Ну и что? Ты поймал, сотруднулся, собрал и дальше на сцену продолжаешь. Вот эта уверенность она покупает людей через себя. Люди любят уверенно в людей. Люди любят уверенно. Так, так поза ваша буду передавать. Если ты чуть-чуть сюда. А кстати. Мы пока чуть позже. Хотела кое-что отдать. Ну ладно. Чуть позже. Поза. При этом поза. Избавляемся от этих поз и от этих поз. От этих поз тоже поз забавляемся. То есть эта поза не поза уверенного человека. Она ширина клещей немного. И вот пример с этой позиции работает. Опять же, будьте осторожны с этим. Это опасно. Опасно еще. Дальше. Энергия. Когда мы говорим про энергию в публичных наступлений. Но вот здесь важно не переборщить. Не переборщить и не перегнуть алку. Потому что некоторые люди думают, что энергия это вот так. Они думают, что это классно. На самом деле это не классно. Классно для людей из энергии и истины. Люди чувствуют это. Я про такую энергию говорю. Но ей можно хорошо совершить. Я хочу научиться. Я не родилась с этим. Люди хоть что-то думают по автомату, по телефону, по себе. Она родилась вот такая вот. Она родилась вот так. Нет. Энергия. Ей может быть что-то. Но энергию нужно контролировать. Если вы не контролируете энергию. Есть же люди. Откуда можно быстро устроить? Такие энергичные. Все так классно. Многие напрягают. Прекрасно учащие. Как бы они у людей. Было такое? А мы говорим, ой, энергия, это классно. Ты такой позитивный, такой энергичный. Эй. Энергию нужно уметь контролировать. Все это я называю мегаэнергичным. Меня никогда не подпрыгивают люди. Люди, я не прыгаю и не крючу к нам. Но меня почему-то называют мега-человеком с энергией. Энергию нужно контролировать. Иначе мы будем напрягать своих людей. На сцене. Один на один. Не важно. То есть мы не контролируем. Опять же, я думаю, уже что? Научиться. Кстати, даже по телефону, если мы говорим о продажах, энергичные продавцы не всегда тот продавцы. Зачастую этот тот продавцы. Потому что энергичного человека слушают приятнее, чем человек с духом вас, в крови людей. Как раз вас. Командируйся. Ай. То есть нам всегда приятнее слушать человека, который по телефону ты услышаешь, и он как-то задает тебе какой-то тон. Но при этом, опять же, если ты не контролируешь, по телефону это катерка слушает такого человека. Поэтому навык публичного выступления помогает вам умению контролировать эти элементы по телефону, face-to-face или на большой поле. Окей? А, кстати, секрет первый. Пять секретов. Еще. Пять секретов, главное, которые обязательны. Обязательны для любого успешного выступления, или презентации, или речи, совещания, и так далее. Планетки, так их называют утренние. Секрет номер один – это что? Простая и четкая подача. Кто из вас заметил, что я по-простому все выкладываю? Какой-то хочет, да? Учета. То есть самое главное – это простая и четкая подача. Если бы я, допустим, стояла и использую пример. Так, нужно использовать синекдот. В моментах, когда вы делаете фрейминг при хиазме. То есть какой-то техники из публичного выступления. Да, из-за радости. Кто из вас понял, почему мы говорим, что, о май гад, нафига мне это радостное мастерство. Я не хочу, чтобы учили это так сложно. Так или нет? А это очень просто. Надо уметь просто говорить. Если вы хотите сказать, что синекдот – это, скажем, переименование. Переименование. То есть, к примеру, если вам кто-то говорит, «У Белого дома и у Кремля несогласие». Или «Белый дом и Кремль расходят сомнений». Естественно, мы понимаем, ну, это вот синекдот. Мы понимаем, что мы сейчас речь идет не о архитектурных зданиях. О ком? США и… Россия. Это… Заменение. Замена тогда идет, да? Ну, валятос тогда используется, да? То есть, простые, вяческие мышцы говорят, «Так, вам нужно использовать все эти доху, парфреники вместе с язмом». Окей? То есть, простота должна быть. Или, если совсем сложно, вы знаете, что? Кто-то, когда приходит по себе, «Оттренируй меня, я юрист, но я хочу клиентам доносить доходчиво и уметь продавать свои продукты, свой сервис». «Как мне на простом зрении не умею излагать?» Тогда нужно использовать что? «Сравнение». Часто используют сравнения. Нам всегда известно, слушая тех спикеров, тех новаток, тех людей, которые с нами общаются, если мы знаем, что нам сложно понимать, они вам быстро объяснят на примере или на каком-то сравнении. Вот сейчас, допустим, был пример, да? Когда я говорила с анекдономом, тогда я говорю, «У Кремля и у Белого дома мнения сегодня расходятся». По сути, я пример привела, как это использовать. То есть, простоту. Чего тут подальше, да? Дальше. То есть, слишком сложно, если фразы используете, обязательно используйте пример. Секрет номер два. Установить связь. Это расположить людей. Самое сложное. Так или нет? Согласны? Не слышу, согласны? Самое сложное – это установить связь и расположить людей. А кто мне скажет, как можно установить связь очень быстро? Она gezарила. Ivana, я идика об�л gravity-жедро и расположил колокольчик. Узнаarte. Ольган?! Яlsкаировать. Компримент. Компримент. Тоже сделаю. Опытна быть вас, да? Передоводорoutez, отправим ты различий. Это вербальная мильARS. Если это сделать это, seventele… А как это сделать невербально? Что делает? Как вы хотите wish? Что происходит? Улыпка улыпка. Улыпка еще там… rying примерно. Руф they risp main Как сделать на сцене? Связь установить с вами. Вот здесь 500 человек. Как мне... Кто почувствовал, что у вас есть связь с вами со мной? Вы установили связь? Понимаете? Окей. Контакт глазами. Окей. Один из секретов хорошо. Я, например, не вижу людей сзади. Во-первых, у меня билет бивер. Мне прямо глаза. И они не отхожу, потому что они очень вы меня лучше видели. И я, по сути, не вижу там крайне рядом. Но тем не менее, безомчайте, я часто устремляю взгляд туда. Я их не вижу. Но когда вы устреляете взгляд, они не видят ваш взгляд. Они вошли. Потому что частая ошибка нового спекера, они не могут достать туда, потому что, я не знаю, как. И они сюда смотрят. Во-первых, вот сюда, только когда они не видят. Туда смотрят. Но вы устреляете взгляд, они не видят ваш взгляд, когда вы туда устреляете. Но еще. Сын вашего совета большая. Да, Галина? И опять же. Если бы я обычно, да. То есть я всегда говорю, а где я спекер обучала. Вот я обычно. Всем здравствуйте. Добрый день. Вот уже я использую жесты. У нас стоимость есть. Кто из вас чуть-чуть отдаленность какую-то? Да, отдаленность есть. То есть. У нас есть правило. Два стула, два шага. Дистанция от сцены. Это мое правило всегда. Я говорю. Не дальше двух шагов. Два шага и должен стоять уже стульчик или стол. Чтобы быть во внешней аудитории. Но если у вас нет такого возможности, вы это передаете в позиции, в позы. То есть. Если бы я выступала вот так. Всем добрый день. Сегодня я хотела бы научить вас искусству выступать. Харизматично. Кто из вас хотел бы харизматично научиться выступать? Отлично. И так. Меня зовут Василия Сдыкова. То есть. Невербайно выберем дочектора. Таким образом. Вот в такой позе. Вы устанавливаетесь нельзя. То есть. По сути. Неверяное внимание. Чуть-чуть. Вот такой вот. Опять же. Правая нога вперед. Чуть-чуть слегка. Лево назад. Позиция на ширине дрежь. И вы разговариваете примерно там. А например, приходите с ним. Это гарантирует. Настает день, когда вам придется выйти. Вам придется сказать речь. Вам придется где-то что сказать. Вам придется мотивировать своих людей. Свою команду. Или своих коллег. И вот тут чуть-чуть слегка вперед. Легка. Вы понимаете, о чем я говорю. Чуть-чуть, да? Вы понимаете, о чем я говорю. Что я пытаюсь и так далее. И везде. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Вот разница чувствует. Ты понимаешь, о чем я тебе сейчас? О чем я вам сейчас говорю? Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? О чем? Вперед. Чуть-чуть поза вперёд, и всё, и бум, меняется восприятие связи другая. Опять же, я не буду, чтобы совсем на голову. Я работаю на голову. Ну и назад. Вы как-то чуть-чуть, бум, на голову. Оттренируйтесь, если вы хотите. Хоп, хоп. Это всё оттренированный шест. На Академии спекеров я тренирую. Хопс, хопс. Ха, ха, хоп. Хопс, хопс, хопс. Это всё прекрасно для меня. Это всё, спасибо. Дальше поехали. Установить себя из нас в положении. Кстати, вот здесь... Окей, я вернусь к этому. Дальше. Показать решение проблем. Показать решение проблем. Если вы выступаете перед кем-то, или даёте интервью, или пытаетесь кого-то заматировать, не нужно просто делиться своим мнением. Ваше мнение никого не интересует. Абсолютно. Нужно дать людям ценность. Решить их проблему. С какой проблемой вы сталкиваетесь? Решить их проблему. Если вы выступаете на делу, например, здорового питания в Ливисе, здесь две разницы. Для него вы сказали, ну, я считаю, в сегодняшнем мире, такой мир, где все едят гаврами. И все едят всякую ерунду, фигню, толстень, вообще мир куда катится. Это вы сказали мнение. А теперь, в сегодняшнем мире, когда женщина проходит через стресс в бизнесе, и очень сложно уследить за здоровым питанием. Поэтому я себе три вещи. Первое. Какие вещи, кстати? Я ж не фитнес, не тренинг по здоровому питанию. Окей, я вам допускаю. Первое. Приходите домой пораньше, чтобы приготовить себе суп. Второе. Уделите себе тридцать минут, чтобы упасть после этого супа и отжаться тридцать раз. Это второе. И третье. После того, как отожгнетесь три раза. Тридцать раз. Встанете, или уезжайте на свидание, или в службе в постельниче тридцать раз. Тридцать раз. Тридцать раз. То есть, это я не люблю тебя, Леша. То есть, покажите решение проблем. Не нужно своё мнение просто. Моё мнение, я считаю, ну, мы могли защищаться. Никому по всем по барабану на мнение. Потому что 7 миллиардов рублей на этом свете, 7 миллиардов рублей. Поэтому ваше мнение не интересует. Но если у тебя есть решение о придуманной проблеме, Люди будут тебя слушать. Если у тебя есть решение проблемы. Опять же, чтобы продолжить его решение, нужно научиться сначала говорить правильно и подавать это решение. Иначе люди будут слушать, слушай, опять мне не нужен твой совет. Мне не нужен твой решение. А так, чтобы были решения и сказали, Брис, I'm all ears. Я слушаю тремя ушами. Я хочу узнать твой совет, твое мнение по этому поводу. Это уже искусство. Это уже нам. Этому нужно научиться. Так или нет? Этому нужно научиться. Показать решение предприятия. То есть, по сути, речь, которую вы говорите, или текст, который вы делаете, или интервью, или прилип, они должны либо улучшать, либо облегчить жизнь человека. Этому человеку. Вот этой группе, перед которой вы выступаете. То есть, еще раз говорю. Либо отвечать, либо улучшить. Если вы этого не очень не даете, то вы лучше не выступаете. И не пытаетесь. Потому что все равно, люди вас не помнят так далее. Дальше. Дальше. Четвертая. Четвертая сфера. Использовать нужно вот что. Историй. Использовать нужное слово. Я сегодня не рассказывала свою историю. Как я переехала в Лондон 15 лет назад. Как я работала посудомойщицей. Как у меня дома было света, газа. Как мне было тяжело. Как я пробовала свой путь. Но на самом деле я часто все расскажу. Сегодня, потому что многие из нас уже были у нас направлять. Они знают эту историю. Я ее не рассказываю. Но. Я вам скажу. Оно. Каждый раз. Это уже. Анализ. Анализ проявления. Анализ. Когда я рассказываю свою историю. И потом продаю свое обучение. Она всегда процентов на 50 напишет. Всегда. Чем когда я не рассказываю свою историю. А просто выхожу на сцену. И сразу начинаю обучать. Какой эксперимент был. То есть мы проверили. Допустим пять раз. Я вышла. Я рассказала историю свое восстановление. Как. Откуда я пришла. Что происходило. Почему я сегодня делаю то, что я делаю. И я вышла и рассказывала. Пять раз. И в итоге продажа всегда. Аж почти на 50% выше. То есть. О чем это говорит. Во-первых. Мы установили связь. Это во-первых. Так или нет? Во-первых. Мы установили связь с аудиторией. То есть. Они. Здесь видите. Это называется. Завоевать. Право говорить. Если бы вы меня не звали. Но меня представила ведущая. Привет. А если бы ведущая меня не представила. И вы вышли на сцену. И я выбегаю на сцену. И сразу говорю. Здравствуйте. Сейчас достаю ручки и листочки. Сейчас я вас куда обучаю. И у вас в голове. Вы бы не сказали это вслух. Но в голове было такое. У меня нет. Подожди. А почему я должен тебя обучать? А почему мне стоит удивить свое время. Свои души. Для того. Чтобы я слушал тот контент. Контент, который пытаюсь мне рассказать. То есть. По сути. И это первая причина. Почему нужно умение рассказывать историю. Не только про себя. Другие истории. Понимаю, что я рассказываю историю. Понимаю, как сцена полоной упала. И я полетела. Я не могу просто оставить неинтересно. Но вы ее в голове подставили. Как я это делала. Как она в ключах. Пара у меня. Вы же все подставили. Это просто умение рассказывать историю. Каждый из нас здесь вам будет заточен. Чтобы рассказывать друг другу историю. Кстати, все вместе быстро вставим. Все положим. Все быстро вставим. Глубокий вдох. 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 Еще вдох. И выдох. Сейчас будет йога. Вдох. А потряслились. Потрясли руки. Ноги чуть-чуть. Раскрасили. Потому что вы сидите. Она же сразу. Потрясли. Руки подняли вверх. Потянулись. Тянемся еще чуть-чуть. Тянемся. 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 Назад заскользящий. Потянулись. Просто мне за что раз размяться. Самой ее ноги. Вверх. Туда поднялись. Я поставлю. Руки положили на плечки. Впереди 20 человек. Встит. На стол. На плечки. На плечки. На плечки. Все должны. Все должны. Ок. И быстрей. Сделаем минимансах. Так, прям несут В Popeye. В vierде, vierде. Новмяке, новмяке, новмяке. Новмяке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Больше, чем от вас ожидают. А на самом деле, это первая причина. А вторая причина, почему мы сделали массаж. Кстати, был такой неловкий случай. Вы уже с ними. Я еще тебе сказала. Был такой неловкий случай, не с массажем, а с массажем, кстати. Я не помню где, на каком-то очень крупном семинаре. И спикер вышел, и увидел, что народ уже спит. До него вышел очень скучный спикер. И он усупил. Люди уже с нами надо отвечать друг к другу. И он вышел и говорит, о, черт. Что вы сделали? И тут он вспомнил, наверное, что есть такой прием. Разбудить людей – это массаж. Ну, вот как сейчас и произошло. И он сделал так. Он вышел. Старались людей. Женые все спят. Все вместе мы с вами встали, встали. И сделайте друг другу массаж. Делайте друг другу массаж. А если я не отправилась у вас, то я вам чуть-чуть не знаю. Вроде делали. Вроде здесь есть некая стёга. Потом массаж. Встаньте, сделайте массаж. Делайте массаж сейчас. Вот прямо сейчас. Делайте. Делайте массаж. Окей. Хорошо. Давайте. Так вот. Никто не встал. Самый неловкий момент. Никто же не встал. Никто не стал делать массаж. Почему? Как вы говорите, почему каждый из вас сейчас встал и каждый из вас сделал массаж? Я использовала на вас приемы. А? Изрукции. Изрукции. Правильно. А. Объясни. А аудиторию. Ведёте вы. Даже когда задаёте вопросы, вы должны контролировать. То есть, одни вопросы можно убить всю презентацию. К było. Вы знаете, как отвечаете на вопрос по теме, на которую вы не знаете ответов? Есть же такие, из пирожневой, которые... А, чёрт-чёрт. Есть какой-то большой аудиторий. Когда никого нет, если вы на интервью это понятное дело, вы можете просто сказать я не знаю ответов на этот, я как его расту. Я хорошо считаю, что я учусь развивать. А если вы в такой большой аудитории, человек встает и задает вопрос, что вы не знаете ответов. Бум. Да, конечно. Это классный вопрос. Какие медицины хотят ответить? Вот кто из вас? Вот, девушка, пожалуйста. Потом будет правильный ответ. На самом деле... А, пассажер. То есть чётко вы ведёте аудиторию. Вы ведёте аудиторию всегда. Даже если выступаете как маленького, то вы как лидер и как спидер вы ведёте. То есть я сказала, а теперь давайте вместе встанем. Встанем, встанем. Потрясли. Потрясли. Теперь смотрите, как я сказала. Они все понятные, понятные. Все понятные. А теперь повернулись, повернулись, повернулись. Все повернулись. А теперь положили, положили, положили. Вы уже в лузе. Вам ничего не станут делать. Если оттенек сделать массаж, уже логично осталось, чтобы сделать массаж. То есть это было логично. Так я примерю? А если я лучше, что... А, вот. А если я лучше, что, так, все встанем, а затем другую массаж. Окей... А, давай... Кто-то из вас убежал. А если вы встанете, встанете другую, повернулись, положили, положили, так сделано. Логично. То есть аудиторию нужно постоянно вести за собой. Она слушает, прислушивается и так же считает по жестам. Можно так сказать, смотрите. А теперь все вместе, дружно, пожалуйста, встаньте. А теперь все вместе встанем. Кто почувствовал разницу? Разница же есть. Потому что я между ноги спитер, им сложно понять людей, потому что они могут говорить, а давайте все вместе встанем. Они встанут, а не встанут, но через 15 минут. Или, а давайте все вместе встанем. Они считывают невербально, они смотрят, что ты показываешь. Когда я вас сажаю в беззначале, говорю, спасибо. Присаживаю. В беззначале я так делаю. Но вы теперь будете закончать. Последний шаг. Я уважаю тебе спасибо большое. Присаживайтесь. То есть вы показываете людям, что им нужно делать. Потому что 80% невербально насчитывает. Только 20% слова, которые мы не слышим. Остальные невербально. Все остальное невербально. История. Умение рассказывать истории. То есть это не только вашу историю личную, но также какие-то определенные истории. Допустим, когда я рассказываю тот момент перелома в моей жизни, когда я оказалась действительно конкретно без одной копейки в кармане. И вот этот момент звучит примерно так. Я его рассказываю. Вот я иду. И вот эта улица. Та самая улица West Green Road. Волган. Те самая огнелять. И тот же самый запах самой рыбы. Мальхуаны. Я вот после работы огромного пастула в 12 часов. Ноги страшно болят. Вы чувствуете? То есть вы со мной вышли. Вы со мной идете. Кто со мной идет по этой дороге? Вы даже не знаете эту историю. Чем идете со мной? То есть я не говорю. Я пришла с этого в том, где у меня бум. Мальшафор. Все окей. А тут, представьте себе, вот она я. Я вышла из кафе. Едем по этой улице. West Green Road. Вот эти тусклые огоньки. Запах одной рыбы. Мальхуана запах. И я иду. И тогда у вас до этой остановки. Я села и жду красный лондонский автобус. В голове у вас уже красный лондонский автобус, который подъезжает. И тут я запрыгиваю этот автобус. Ложу руку в карман и достаю. Вы чувствуете? Вы со мной? Со мной нет? Скажите да. Да. И тут я вытаскиваю. И вижу, что у меня всего лишь 1 фунт. 10-15. И я понимаю, что это мой самый последний день. И я понимаю, что перед ищи целых полмесяца жили. И я понимаю, что у меня дома никогда не следует. Что комната давно покрылась плечью. И там опасно для здоровья даже спать. Находиться. Не то, что жить. И тут я иду. Я спустилась с автобуса и пошла домой. И в тот момент я помню, когда я шла до дома. Я была полная отчаяния. Я была настолько зная на весь мир. Я была зная на своих родителей. Я была зная на англичане. Почему англичане так относятся ко мне? Ну, как обычные эмигранты. Которые здесь заработают свой очередной фунт. Ага. Уже история, да? Вы жесток. Точно здесь. Вы когда историю сказали, не так что. Эй, вот это случилось. Бум-бум-бум. Вы не верите историю. Человек должен есть начало. Вы зашли. Потом вот это. Разворот событий. А потом выход. И когда я говорю, я проезжала домой, я сняла, рассказала все свои цели. Чего я хочу в этой жизни. На священие. Я пошла, набрала кучу книг, объявляя деньги. И сидела, читала. Книги на том метро, Ричард Туранцев, Айку, Магнат. Потом много посылок на годик и передо мной эти книжки. И все смеялись. И говорят, что с тобой не так? Ты когда на почту пошла мощно читаешь книги, как стать миллиардером. Ну, то есть история, история — это еще один секрет установления связи с аудиторией. Аудитория всегда чувствует боль в расположении, если они знают, кто вы. Знают настоящего тебя. И не обязательно. При этом они часто говорят, что если у вас есть такая история, она вдохновляющая, она грустная, она как сложная. Сложно. Ау, я родился в богатой семье. У меня все было красным. Как мне теперь установить с ними связь? Тогда делайте как Дональд Трамп. Дональд Трамп вышел, когда я и сказал, «Хей, а что вы там, собственно, вам откуда знали про страдания и про трудности человеческих в жизни? Вы же всего лишь вы родились в богатой семье в семье миллионеров!» И Дональд Трамп сказал, «Яс, да? Это правда? Я рад, я горжусь, и классно, что я родился в семье миллионеров! Но я стал миллиардером! Мой отец Дональд Трамп выиграть! Не путайте!» Это большая разница! Он всегда отжался, если вы на своем миллионеров! Это большое оскорбление для миллиардера! Потому что миллиардер, миллиардер — это две разные вещи! Камон, не путайте! Две разные вещи! И он сказал, когда используйте эту... Почему? То есть когда ты умеешь говорить на публику, ты можешь любой расположить! Потому что у вас есть один человек, который уходит на сцену и говорит, «Я сам на пульту, я прицел, что на вертолеты! Я вас буду обучать, и вы будете сидеть и служить мне!» И он обучает, и, знаете, он располагает людей! Но он, потому что умеет, он знает теоретики, приемы, обучился, натренировался, он умеет! Это тоже нужно! То есть не обязательно иметь оборуженную строгую, восстановление в вечности! Это просто моя история! Я ее делюсь с вами! И не просто я ее рассказываю, я ее рассказываю, используя все техники, приемы! Бум-бум! Все! Поэтому ваше восприятие... Вы не просто воспринимаете, вы воспринимаете! И вы извлекаете уроки оттуда! И вы что-то закопляете! И вы что-то для себя уносите! То, что вы можете применить в жизни! Это вот это вдохновение! То есть, опять же, секрет четвертый, используйте историю! Если у вас нет собственной истории, научитесь оставить чужие истории! Научитесь оставить чужие истории! Не обязательно свои! Дальше! Сравнение! Используйте сравнение! Естественно, это может быть метафора! К примеру, когда я человека хочу проломить через барьер левитирующий убеждение! Когда я обучаю мотивацию! Меня просит Василий! Пролети в выступе, а сейчас нам нужна мега-мотивация! И когда находит блок такой выступает, когда нужно у людей вот этот сломательный барьер левитацию, когда они думают, ой, я вам вот столько! На самом деле человек может вот столько, но он делает вот столько, потому что он думает, что он может только вас тут! Вау! Окей! И чтобы мне это объяснить, помочь, я использую метафору! Я говорю, представьте себе! Представь себе, что ты Феррари! Будет ли Феррари ездить 20 км в час древнее? Нет! Сколько ваших двигателей силу Феррари? 500! Последний момент 500 лошадиных сил! И я вам говорю, представь себе! Ты Феррари! Ты Феррари! А теперь, представь себе! 500 лошадиных сил! А ты ездишь, как старый разбитый Opel! В нем апельтеху Opel, а не нужно всего-то было! А старый разбитый он! Но ты Феррари! И ты едешь в Феррари, и ты Феррари, 500 лошадиных сил! Красивый, стильный! Все! Вся мощь там сидит, и ты едешь 20 км в час! А все только по одной причине! Потому что у тебя там стоит, ну я не знаю, я женщина только под капотом, где он стоит, а у меня лечитель! То есть, когда на газ нажимаешь, что-то там происходит, ну, может кто-то из вас знает, я не знаю, что там происходит, но когда на газ жмешь, машина что? Фум! Нарочная ехать! Быстро! А тут вы на газ жмете, вы Феррари, газ отжимаете, а у вас все равно наедет 20 км в час немножко! по одной простой причине! По одной простой причине! Там стоит ограничить! Вот именно так действуют лимитирующие убеждения на человека! Именно таким образом! Есть ограничение, которое удерживает вас от того, чтобы быть Феррари, чтобы ездить 300 км в час, чтобы быть полноценным Феррари. Поэтому вы ведете себя по воду! Ограничить все, что... А что нужно сделать? Убрать что? Ограничить! Убрать ограничитель! И тогда вы будете знать, вот так действуют лимитирующие убеждения! То есть, сейчас что я сделала? Я могу на это выйти сказать примерно так! Окей! У всех у нас, дорогие учательницы, есть лимитирующие убеждения! Как лимитирующие убеждения действуют на нас? Вот такая вещь! Вот здесь, да? А тут сравнение и бум! Вы тут же понимаете! Ага! Ограничить! Феррари! Бум! Я замедляюсь! Какое-то... Что-то удерживает, что-то ограничивает. Надо сядь этот ограничитель. И потом мы говорим, что надо уже сделать работу с этими убеждениями, для того, чтобы вы стали этим полноценным Феррари. То есть, используйте сравнение. Это четвертый секрет. Опять же, я еще раз говорю. Напоминаю вам. Это не обязательно на публичном выступлении, на тысячи человек, это может быть на пять человек. То есть, этот принцип действует везде. Один, две, три. Так, третий. Примеры. Примеры. Окей, спасибо. Используйте примеры. Используйте примеры. Используйте примеры. Окей. Пример я вам приводила недавно, когда я выступала на сцене. Был такой пример. Когда кто-то кривил и сказал, Осирь, у вас просто в жизни было много возможностей. Именно поэтому вам повезло в жизни. Именно поэтому вы стали тем, кем вы стали. Вам повезло. Вам просто выпала возможность. А вот мне такую возможность не выпадала. И поэтому я там, где я есть сейчас. И тогда я сказала, окей. Есть одна история. Про священника и про деревню. И эту деревню затопила водой. Затопила водой. И тут вода поднялась, когда чуть-чуть дощекала тогда. Все люди стали ждать. Уходите. Изделия. Забирайте свои вещи и уходите с деревни. Потом вода начала подниматься. Она поднялась выше края. Все люди быстро запрыгнули на своей лодке, что было. И начали покидать деревья. А священник остался в своем доме сидеть. И к нему друзья пришли стучаться. Говорят, эй! Чего ты сидишь здесь? Пойдем, надо будет нам. Покидать. Вода топит. Тут уже все скоро затопит. Пойдем с нами. Пошли. Мы тебя зовем. Пойдем, бери свои вещи. Поехали сначала на машине. Говорят, нет. Меня спасет Бог. Меня спасет Бог. Он говорит, окей. Вода поднялась выше все на лодках. Тут к нему подплывали спасатели на лодках. Говорят, господин священник, поплыли с нами. Потому что вода уже топит деревню. Топит уже по колено. Мы уже на лодках. Садитесь. Садитесь. Мы должны уплыть из деревьев. Он говорит, нет. Меня спасет Бог. И они уплыли. Потом вода поднялась еще выше. У него пришлось залезть на крыше. На крыше дома залезть. Сидели уже на крыше. Вот так сидит на крыше. Он вертолет со спасателем. Он летает. Сбрасывает ему лестницу. И говорят, пойдемте освященник. Берите лестницу. Хватайтесь за лестницу. Нам нужно улетать. Он говорит, нет. Заберите свою лестницу. Меня спасет Бог. Они лестницу сходят. Улетели. И, естественно, он умер. А потом, на том свете уже в раю. Он предстает перед Богом. И говорит, Бог, ну как ты мог так меня потрясти? Я же всю жизнь тебе молилась. Я же всю жизнь был таким священником. Как ты мог меня потрясти? На что я ему Бог ответил, что? Я тебя отправила в машину. Я тебя отправила в лодку. Я тебя отправила в лодку. А ты, мой сын, не воспользовался целыми тремя возможностями. То есть, по сути, опять же, я использую примеры тоже. Жизнь истории, например, сравнения все вместе, когда человек будет понятен. То есть, на самом деле, каждому из нас выпадают каждый день новые возможности. Каждый Божий день. Каждый Божий день. Сегодня здесь 500 новых возможностей. Возможно, вы сидите, а здесь 500 новых возможностей. Возможно, для новых знакомств, для заведения новых контактов, партнеров, клиентов. И даже, как так сказать, и даже муж. Обычно муж. Как вы миксовываете? Ну, по-другому. Может, когда я посыпаю. То есть, 500 новых возможностей. То есть, они нас обожают везде. Но! Одна из вас увидит эту возможность и возьмет из меня, находясь там. А вторая абсолютно пропустит это мимо. Так или нет? То есть, вот этот секрет четвертый. И последний. Секрет пятый. Если вы не умеете пользоваться всеми этими четырьмя секретами, нужно что сделать? Секрет номер пять использовать. Это найти лучшего тренера. Это нужно нанять себя лучшего тренера. Для того, чтобы уметь использовать эти все техники, приемы, подачу. Для того, чтобы быть не только эффективным оратором, выступать уметь. Но также быть лидером. Человеком, за которым люди идут. Кто бы хотел обучиться и на такую искусство выступать? Многие из вас. Окей. Тогда мне уже показывают вам время. У меня, кстати, время уже подошло. Но ораторское искусство – это не талант. Данное с рождения. Это нам, которому нужно учиться, тренироваться и развертку. Матер Тэй, премьер-министр «Железная леди». С рождения имела вискривый, режущий ухо голос. Она не только терялась на публике, но она и не знала, куда лежить, на свой взгляд. Настолько ей было тяжело. Тэй человек работала над голосом. Изучала ораторское искусство, проходила академию спирт. Но как раз таки это и помогло ей избежать провала. Дабы стать премьер-министром, Маргарет Мелла – тренера по постановке. Голос, жестов и дивизий. То есть вы видите, что на примере этой известной «Железная леди». Даже ей пришлось тренироваться для того, чтобы достичь вот этого навыка. И так, на этом, кстати, те из вас, кто хотел бы обучаться дальше, обучаться у меня лично. 15-16 апреля, запишите, я буду проводить академию спикера. Я буду ее проводить в интенсивном режиме. То есть, кто из вас сейчас узнал много, но за 2 часа, а не за 2. Окей. А теперь представьте, что произойдет с вами за 25 часов. Это будет полнейшая трансформация. То есть 15-16 апреля я буду проводить двухдневный интенсивный тренинг «Академия спикеров». Участие у нас стоит 167 тысяч рублей за 2 дня. Кстати, если вы хотите узнать, сколько стоит индивидуальное обучение… У меня лично, кстати, я уже не принимаю учеников, потому что на полный этот год полный. Стоимость такая. Еще один номер. 3 миллиона 600 тысяч рублей. Это обучаться мне индивидуально. 12 часов обучения всего лишь. 12 часов будет стоить 3 миллиона 600 тысяч рублей. На этот год я уже не набираю учеников, потому что я уже тренирую и обучаю людей в этом году. Но, поэтому, так как у нас очень много заявок поступает… Кстати, эта «Академия спикеров» уже почти полная. У нас осталось буквально несколько месяцев. Поэтому мы сделали это только двух дней, чтобы дать каждому из вас возможность прийти и обучиться у меня. Что будет, кстати, в «Академии»? Кому это крайне необходимо? Во-первых, всем людям, которые хотят увеличить свое влияние. То есть, помните, мы говорили о том, что люди, которые умеют выступать, у них очень повышенное именно влияние. Тем, кто хочет повышать влияние. Если вы хотите увеличить свою продажу в десятки раз, вам тоже будет много денег. Если вы хотите стать мастером, абсолютным мастером управления, любой аудитории, любой аудитории, малой, большой, средней, это тоже для вас. Если вы хотите избавиться от страха и обрести стальную уверенность на выступление… А у кого есть страх, кстати, на выступление, как мы понимаем? У кого? У многих, да, страх при публике? Это тоже для вас, чтобы обрести уверенность. Если вы хотите обучаться только в лучших и получать контент в мирового класса, это тоже да. Ну и, конечно же, если вы хотите продвинуть у себя на новую профессиональную луру. Я еще раз сказала, что навык. Почему я с такой страстью, кто-то скажет, о, а сеть сейчас продает? Конечно, я продаю. И я продаю это со страстью, потому что я знаю, что если человек придет, получит этот навык, он заработает в десятки раз больше, чем он зарабатывает. Всегда. Поэтому у нас, кстати, более 12 стран и группы меня приглашают. Я проводила и делала людей абсолютно с разных стран. Кроме того, я делаю людей мастерами. То есть техника открытия вашей речи, выступления, презентации. Как ее открыть так, чтобы она стала незабываемой? Я выступала, кстати, в Польше на женском форуме. И было два дня. Первый день... Я выступала первый день, кстати, Сильвия. Она выступала на второй день. И первый день у нас было около 8 спикеров. И из 8 спикеров на следующий день я собиралась полетать назад в Казахстан. Я прибежала попрощаться с организацией. И мне сказали, ассистка пропустила. Сегодня утром на аудиторию пришла и все кричали, ааа, 7, ааа, 7. Было много спикеров, но все запомнили меня. Почему? Потому что надо уметь делать такое открытие и такое закрытие, чтобы люди о вас говорили еще целых 5 лет. 5 лет. Установление связи с аудиторией. Как установить связь с другой аудиторией? Преодоление барьеров. Как преодолеть барьеру между вами и замок? Между вами и любой чужой аудитории? Как этот барьер преодолеть? Также контроль на голосах. Как его варьировать? Как подавать, ускорять темп и так далее? Мы это все отремяем на активность. Эмоции. Умение передавать эмоции – это очень важный фактор. То есть умение вызывать эмоции – это тоже нам. И, если люди сидят… Если вы говорите с человеком, и вы касаетесь его на уровне разума, вы обращаетесь к его разуму – он может вас послушать, но он забудет вас. А если вы умеете обращаться к его сердцу, он никогда вас не забудет. Вот это настоящее навык искусства. Умение обращаться к сердцам людей, так, чтобы они вас запомнили. То есть эмоции, погружение и передача. Дальше. Кстати, крылья же два. Основные элементы и структура успешного строения. То есть как структурировать так, чтобы это было неинтересно. Кто из вас не заметил, как пролетели эти два часа, пока он склонился? Вы не заметили, да? Шикарно, спасибо. Но они пролетели быстро. Бывает, потому что спикер, походу на сцену, человеку так говорит, через 15 минут он может исчез. Когда? Потому что они не знают, как правильно элементы использовать и структурировать это выступление, презентацию вашу, речь. И ее надо структуровать так, чтобы люди сказали, бля, спикер закончил, а я только-только в раш пошел. Я уйду со сцена, вы будете хотеть еще, так или нет? Да. Ну, это не уверенность, это правда. Дальше. Использование жестов, использование пауз, использование тональности голоса. Все это тоже в академии спикер. Ну и еще, конечно же, энергия. Как ее контролировать, как влиять и полностью вовлекаться авартуем, даже если они сидят вон там далеко. И даже если они вас не видят, вообще не нет. Итак, у нас единственная, кстати, академия здесь в Центральной Азии, которая дает 100% гарантию обучения качества. То есть вы пришли, первый день вам не понравилось что-то, а мы даем 100% назад выходить. Но такого случая за всю нашу историю не было ни одного, поэтому мы всегда даем гарантию. Платформа, которая от вас свормирует обычных людей, настоящих ораторов. Вот это моя задача. Сделать здесь простого человека, человека, который может там выступать, чтобы люди не просто слушали, чтобы они заслушивались. И, конечно же, высококлассный карантэ – это с первого года. То есть все, чему я обучаю, это чисто из моей практики, из опыта. Все, чему я обучаю, и это все абсолютно из 100% рабочей инструмента. И так, стать профессионалом анатолийского искусства, начни получать доброты по наступимым делам. Кстати, как я делаю успешные спикеры, получать свыше 5000 часов. И огороды по своей гандараре. Начните делиться своим опытом и знаниями с другими. То есть если вы научитесь воин говорить, вы сможете стать знанием и опыт передавать дальше. А это главное. Потому что сейчас в вас сидит огромный опыт. В каждом из вас есть огромный опыт. Но только из-за того, что вы не умеете это передавать. И не умеете правильно доносить и обучать людей. Вы не перетерываете это доходу. Поэтому начните рисовать знания с другими. Повышение потребности востребовалось на 1000%. Естественно, как я сказала, помните, навык анатолийского мастерства – это номер один. И в сегодняшнем мире востребованном нам. Если вы хотите нам огородеть, то ваша востребованность повысится. Искусство, влияние и управление любого аудитории. Вот почему мы, собственно, ее учили. Кстати, я толкала это. Он задает. Сколько же стоит обучение в академии? Вы уже сказали 167 тысяч. Но сегодня особенный день. Кстати, можно розыгрыш. А какие, а когда жили подарок подарить? Когда? Ну, сделаем розыгрыш, просто перерывы тогда. У нас есть там еще один подарок. Кстати, в конце я обязательно сделаю подарки многим из вас. Те из вас, кто записывается на академию спикеров сегодня, у нас осталось определенное количество. У нас более 170 мест уже продано на академию спикеров на апрель. Только сегодня у нас официальная цена 127 тысячи человек. И у нас есть сюрприз для сегодняшних наших участников. Это только первые 10 человек, кроме того, получат бонус у подарок. Я много говорю на сегодня о продажах, о влиянии, об умении убеждать. И как раз таки я хочу сегодня сделать подарок первым 10 участницам, зарегистрировавшим на академию спикеров. Билет на мастер-класс, на мой, это один день, он будет по влиянию и психология сложных продаж. Вот здесь я расскажу, что скрывается за психология продаж. Почему люди говорят нам «да, хочу». Почему люди покупают у нас? Почему люди идут на переговоры? Почему люди хотят тянуться к нам? То есть это все будет влияние и психология сложных продаж. Итак, сегодня специальностно только сегодня. Кстати, на прошлой неделе такая цена была 97 тысячи. Мы подняли цену, потому что по мере заполнения, чем меньше мест остается, тем дороже цена, кстати. 127 тысячи только сегодня. И сегодня такой бонус для вас. А теперь все вместе быстро встали. Те, кто, кстати, регистрируется этот столом к девушкам, можете зарегистрироваться, занять свое место. Сейчас у нас будет первые буквально 30 минут, и увидимся через 30 минут. Поаплодируйте себе! Попробуйте! Спасибо! Спасибо!